приветствую вас у себя на канале сегодня продолжение темы алексея навального я хочу сделать еще одно видео и меня заинтересовал следующий вопрос обратите внимание на то что воя вокруг этого поднялось очень много все ищут конспирологию все ищут следы кровавого режима путинского ггбшного подвального яда и так далее вопрос остается открытый меня если честно эта тема не покидает всю последнюю неделю и обратите внимание как развиваются события когда отравили алексея его сажают в омске точнее самолет с ним сажают в омске я так понимаю что конспирологи точно знали что алексей алексею станет плохо и ему нужно будет сесть в где-то ну где естественно в омске как заявила любовь соболь этому посодействовал пилот то есть пилот помог и отреагировал на то чтобы самолет сел значит пилот тоже является одним из участников этого лицедейства следующее скорая помощь забирает алексея и увозят в больницу откуда они могли знать что они повезут ему именно в эту больницу почему именно в омске на эхо москвы выходит несколько передач с уважаемым врачом рематологом о том что было ли отравление могло ли быть симптомы не симптомы какая больница и так далее обсуждается с человеком который не был там который не видел алексея и не видел врачей не разговаривал с ними но он знает все это вот оттуда потому что когда-то он закончил ленинградский медицинский проработал пару лет и уехал потом всю жизнь работал за границу и сейчас находится за границей я это конечно приветствую это все похвально и хорошо нужно привлекать других экспертов но тем не менее внутри страны достаточно своих экспертов для того чтобы дать оценку этому почему не привлекаются местные а я забыл местные все подкупленные до местные все работают на кровавый путинский режим странно вопрос вопрос кому было выгодно то что произошло с алексеем я выскажусь очень не популярна я скажу свою точку зрения и она будет не востребована и воспринята в штуки всем всеми миньончиками навального в первую очередь на мой взгляд выгодно это было самим самим либералам и оппозиционерам потому что рейтинг господина навального был не очень хорош и если мы посмотрим мы же доверяем независимым центром и исследователям рейтингов вот левада центр я захожу в левада центр и смотрю рейтинг господина навального рейтинг господина навального 4 процента по их опросам то есть ну я бы сказал что он не очень высокий точнее он никакой то есть этот рейтинг но честно скажу не берусь говорить что это правда неправда но тем не менее это так и есть ребята по рассмотры в ютюбе и громкие раскаченные вот эти все действия лиц действия это не значит что все остальные его поддерживают мне может нравиться так как но это интересно и я буду лайкать это в в интернете но в реальной жизни мне это не нужно такое тоже может быть но это не популярно это не интересно это все против того что делает алексей и его команда то есть это идет в разрез с оппозиции оппозиция нужно ну и на мой взгляд все таки запад самый главный бенефицар того что произошло с алексеем потому что они сейчас диктуют и давят на кремль с тем что а вы вот оппозиция также как и было спусирает тут же в вклинивается меркель макрон кто там испанцы финлян оказывается финский президент содействовал при эвакуации алексея вы же понимаете это же ну опять конспирология и всякая херня фсбшники следившие за ним сливают материал в мк показывая то что не было того о чем говорят что не но он прятался он ездил туда ел то делал то то есть вы представляете что не так обосрали что они выложили всю подноготную как они за ним следили и где он был с кем встречался что ел что пил кого увидел и где плавал осталось только взять у него анализы кала и мочи и все конечно тут же все сразу скажут так это же вот видите и на него давили если бы алексея хотели убрать его бы убрали извините меня за непопулярную вещь потому что недотравление но это наказание но это не для того чтобы его убить и опять же это не популярно и об этом не хотят говорить все сваливаются на путина путин лично приказал лично сделал он инициатор этого всего и давайте скажем правду что ну даже его имя в кремле не произносятся не произносят никто ну то есть он для них не существует и поэтому их и задевает это еще больше но давайте разберемся с этой ситуацией которая была в аэропорту все все накинулись на стакан чая который алексей пил перед тем как он сел самолет и этот чай оказывается принес ему его помощник илья из фонда фбк то есть люди за стойко делая это чай не совсем знали что алексей будет питать чай они его помощник то есть помощник то брал чай ну я не думаю что он написал там для алексея потому что вот как в старбаксе делается там говори свое время тебе пишут именно стаканчики я иногда с другом захожу я говорю там миша он пишет миша но это не мне а моему товарищу но это очень очень хитро ну и сам илья об этом что говорит тоже это все опустела опустилась и никто об этом не говорит и никто этого не замечает но тем не менее на мой взгляд бенефициар этого всего кто запад в первую очередь как бы нам не хотелось как бы я их не любил или не любил вопрос не в этом вопрос том что есть выгодополучатель кто выгодополучатель тот и заказчик все очень просто и вот эти всех конспирологии эти все тайные следствия эти все манипуляции с фсб и так далее это только для того чтобы отвести глаза от реальных убийц и заказчиков это моё личное мнение и я думаю что она не будет популярна здесь хотя нам проще было бы сказать да это вот они как и все сейчас говорят что да вот это заказал вот это кремль заказал это они хотят потому что он лидирует и он оппозиция и он и он и он извините ребят но это немножко не так это неправда 4 процента рейтинг это не тот рейтинг о котором можно говорить что ты претендуешь на что-то популярен да но популярен как оппозиция у запада в давлении на кремль опять же как должен вести себя кремль а очень просто если он его не замечал раньше он не должен его замечать но опять же здесь вопрос становится в том что а какого ляда они его выпустили из страны если он находился последствиями был невыездным то есть это опять же такая немножко не очень хорошая вещь в рейтинге кремля потому что относятся как относятся к этому именно по указке и по согласованию только сверху то есть закон не для всех а закон как барин сказал вот что получается на самом деле вопросов все-таки много немцы за два дня за три дня пока кроме предположений ничего не дали никаких доказательств и сейчас активно продвигается теория о том что яд уже растворился в конце что у нас получается получается то что запад это выгодополучатель того что произошло с алексеем вчера состоялись разговоры мида с помощником посольства сша где там произошло противостояние между двумя сторонами и сегодня помпео заявляет о том что если это будет доказательство того что навальный х и отравили то тогда они примут санкции уже ужесточат санкции против россии все очень логично все очень просто поэтому я бы не ломал над этим много голову это раскачивается для того чтобы показать еще раз как можно надавить одним газ одним человеком на целое государство к сожалению это правда жизни грязное дело не надо лезть политику а нужно делать свое дело мое личное мнение выздоровление алексеев поддержку его семьи пусть все будет хорошо всем пиз